Сам факт размещения вернисажа на площадях творческого пространства консерва говорил о том, что гостей и ценители искусства ждет что-то нетрадиционное и неформатное. При этом выставка победителей участников пятого осеннего салона с Белгоспромбанком разместилась здесь достаточно гармонично. Для близкого творческого пространства это первый такой проект, который, несмотря на новизну, собрал большое количество зрителей. Новое тоже интересно. Мне кажется, нет определенного направления в современном искусстве. Это всегда рефлексия по поводу того, что происходит вокруг, то, что переживает человек, как он это видит. И современное искусство ценно тогда, когда оно вызывает какую-то эмоцию. Это мое символичное мнение. Поэтому тут большое поле для самореализации у художников. Сегодняшний проект это не столько продвижение, сколько спасибо для Бреста и для Брещан за ту обратную связь, которую Белгоспромбанк получил после проведения первых двух выставок, одна из которых была в феврале, как вторая в мае. Мы увидели такой интерес, что не смогли не поделиться с Брестом картинами буквально только что закрывшегося салона осеннего с Белгоспромбанком. Тем более, что наше сегодняшнее мероприятие – это мероприятие в рамках международного форума архитекторов, который проходит в таком замечательном пространстве, как консерва. 2019-й стал для Белгоспромбанка и Бреста весьма знаковым. Областной центр отметил тысячелетие, а осенний салон встретил пятилетие. В знак дружбы, сотрудничества и взаимопонимания родился большой проект – серия художественных выставок, подготовленных совместно с Белгоспромбанком и Центром изобразительного и медиаискусства «Новая культурная инициатива». Выставка финалистов осеннего салона стала еще одним подарком творческой интеллигенции городу, где особое звучание получают качественные культурные мероприятия. То, что было в Минске, конечно, так круто, знаково, в столице, да, но следующий город – это Брест, это особо знаково. С учетом того, что город Брест, это было исполнено тысяча лет, вы это там все знаете, мы ярко и классно отвечали, и вот многие горожане задавали такой вопрос, будет ли продолжение, будет ли еще какие-то проекты, интересы, какие-то мероприятия и так далее. Огромное слово благодарности, что Белгоспромбанк удивляет, и, соответственно, из Бонтианой тоже удивляет наших горожан, наших гостей. И мы сделали много, наверное, инфраструктурных объектов, да, но уже туристов хочется видеть и что-то еще новое. Автропати – выставка победителей участников пятого осеннего сезона с Белгоспромбанком. Это серия из 11 необычных работ, каждая из которых имеет особый глубинный смысл. В них нет лишних деталей или элементов. Все говорит о том, что так важно для каждого из авторов. Вопросы семейных ценностей, быт, мысли и чувства – все это темы, которые на самом деле близки каждому из нас. Мы всегда ищем партнеров заинтересованных, потому что мы знаем и видим, как брещане реагируют на различные выставочные проекты, но всегда приятно и интересно, когда мы находим не только заинтересованного зрителя, но и интересного партнера. А это новое пространство, которое по духу очень соответствует и нашим идеям, сохраняя традиции привносить что-то новое. И поэтому мы и привезли сюда участников и победителей осеннего салона 11 работ, которые охватывают очень разные жанры и техники. У нас есть и классические работы, пейзажи, фотографии, и инсталляции, и объекты, которые заставляют человека подумать, отрефлексировать и решить, нравится ему это или нет. Автопати – проект за делом на будущее. Быть первооткрывателем в искусстве всегда непросто. Но Брест – город творчества и искусства. Здесь особое дыхание и отношение людей к тому, что делается в первую очередь для них. Те, кто не смог побывать на открытии, за ней консервы ждут до 28 ноября. Вход свободный.